Страна-производитель, знак качества, маркировка с возрастом или ростом. Все эти моменты для потенциального обладателя новенького портфеля абсолютно не важны. Его главный критерий – внешний вид. Он хороший, выглядит хорошо, и мне нравятся машины, которые нарисованы. Спорить с чадом не придется, если есть этикетка со всей необходимой информацией. Ее предстоит найти именно родителю. Если она есть, это первый плюс. Второй плюс – ортопедическая спинка. Она повторяет изгиб позвоночника, а потому не вредит. Наоборот, помогает формированию правильной осанки. В первую очередь, это здоровье ребенка. Спина ортопедическая должна быть, чтобы первый год, особенно для первоклассников, спина должна привыкать к нагрузке. Казалось бы, очевидные вещи, однако родители редко отдают предпочтение правильному портфелю, говорят продавцы. А все потому, что стоит он дороже обычного – от 2000 рублей и выше. Легкий, прочный, водоотталкивающий. Выбирая портфель, стоит обратить внимание на материал и качество исполнения изделия. Все швы и замки должны быть прошиты капитально. Такой портфель прослужит не один год, а значит, уменьшит расходы родителей. У меня мальчик – это, соответственно, не маркость, чтобы в стирке, вот, маркости это не было, грязь, как убирать. Продавцы заверяют, большинство ранцев сделаны из непромокаемого материала, а значит, для чистоты их достаточно протереть влажной тряпочкой. Лямки должны быть мягкими и не врезаться в плечи. Практически все портфели для младшеклассников отвечают этому требованию. Кроме того, они должны свободно регулироваться по длине и не растягиваться. Только так получится правильно расположить рюкзак на спине ребенка. Помните, что его вес вместе с учебниками не должен превышать двух килограммов. Также при выборе школьного ранца немаловажно обращать внимание на наличие светоотражателей. Они должны быть спереди и по бокам. Ребенку должно быть не только комфортно, но и безопасно, особенно, когда он находится рядом с дорогой. Все, что мы сейчас перечислили, для учеников старшей школы неактуально. Главное, чтобы портфель был модным, а еще вместительным. Физкультурную форму, математику, русский. У нас обычно семь предметов в день. А спортивную форму тоже в этот же рюкзак? Да, потому что так удобнее. Алена Лепкалова, Сергей Захарушкин, Андрей Белый. Программа «Город».